Юмин животик, Мишин шрамик сейчас, пережили такое В поездку я обязательно должна взять международный паспорт питомца Даже ее фотография, в том числе и ее чип, который у нее есть в шее По поводу моего канала Animagic, если вы не знаете, то у меня был такой канал Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И если вы не видели два предыдущих видео на канале про операцию Юмичу на пупочную грыжу в щеночка И про операцию Миши по стерилизации и вообще почему мы решили это сделать Про ее проблемный шов, то обязательно посмотрите эти ролики Это предыдущие два видео А сегодня я расскажу про то, как мы снимали швы Потому что с операцией прошло ровно неделя Мы делали их одновременно в один день Ролики, конечно же, выходили позже, чем мы сделали операцию не в те же дни И также расскажу, как мы собираемся на Badshot Days, который будет в Питере 30 сентября Это уже вот, скоро мы с вами увидимся Расскажу про эти сборы Ну и поехали! А если ты впервые на канале, скорее подписывайся У нас тут очень много разных животных, всегда интересно И, кстати, скоро будет рубрика Magic Stories И начнем мы ее с нашего котика Начнем с Юмичу, потому что у нее операция была попроще Это была операция на пупочную грыжу Я рассказывала как раз в видео про ее операцию Как это все происходило, как она переносила наркоз Чем опасны пупочные грыжи для щеночков и так далее Поэтому это все вы можете посмотреть там А сегодня я именно хочу рассказать несколько, пару слов о том, как она себя чувствовала эту неделю Во-первых, она на следующий же день после операции уже скакала, прыгала, бегала, как будто ничего не случилось Она на следующий же день уже кушала Пила водичку, выполняла командой и вообще прекрасно себя чувствовала И так всю неделю Юмичу была активна, весела и бодра Это сейчас она спит, потому что только что буквально от нас ушла наш ветеринар Она приходила вечером и как раз проверяла Юмин животик, снимала швы, ниточки вытаскивала И вот так это выглядело Мы положили Юми на спинку, ее пришлось держать, она не хотела даваться почему-то Хотя до этого как бы у нее нормальные взаимоотношения с людьми Но, видимо, это у нее ассоциировалось с чем-то не очень хорошим и поэтому она не давалась Сняли швы, все проверили, ветеринар ее пощупала, сказала, что все в порядке И ветеринар нам сказала, что пока что у Юмичу все хорошо Я надеюсь, дальше тоже будет хорошо Спасибо вам всем за хэштег Юми вперед И Юми окончательно выздоровеет, осталось только дождаться, когда все это уже закончится То есть вот так вот после операции уже снятие швов выглядит Юмин животик Останется, конечно, шрамик Внешние ниточки мы вытащили уже, все окончательно А внутренние, которые там остались, которыми зашивали, они еще будут рассасываться примерно То есть это длительный процесс, там три месяца Но сейчас у Юми вроде как все хорошо, будем наблюдать Ставьте лайк нашим девчонкам за геройство И в честь нашей поездки в Питер напишите, не вяжись в комментариях, кто из какого города Может быть мы когда-нибудь к вам приедем Как же чувствовала себя Мишка после операции и как она провела эту неделю Как я говорила вам в видео про операцию Миши У нее была сложнее гораздо операция Я очень нервничала Но она хорошо перенесла наркоз Мы обнаружили там кучу всяких проблем у нее внутри Все это я рассказала в видео про ее операцию, не буду сейчас повторяться Поэтому операция была достаточно опасной Ветеринар сказала, что очень важно, что мы сделали ее вовремя Всю ночь, конечно, Миша просто проспала На следующий день, если Юми прыгала и скакала Мишка вообще весь день лежала Я очень переживала за нее Но ветеринар сказала, что такое возможно Ведь у нее болит шов Операция у нее была полостная, в отличие от Юми Но в этот же день, несмотря на то, что у Миши весь день лежала Она прекрасно кушала Это хороший показатель Да, это хороший показатель Потому что это означает, что она не больна То есть она нормально относится к еде В течение всей остальной недели Миша вела себя как обычно То есть она никак не демонстрировала, что ей больно Она запрыгивала на кровать, она играла Она нормально спала и вообще нормально, хорошо себя чувствовала И вот сегодня мы снимали шовчики у Миши У нее там шрам немножко другой Он более плотный Из-за предыдущего шрама от предыдущих владельцев, которые делали ей кесарево Как-то косо-криво там Но, несмотря на это, вроде как все хорошо Нитки вытащили наружные, как я сказала Внутренние еще остались и будут рассасываться Миша, конечно же, в отличие от Юми, не прыгалась Вела себя послушно, очень спокойно Обработали ей шовчик ее И ветеринар сказала, что все нормально Теперь нужно ждать, смотреть по состоянию здоровья Как она будет себя чувствовать И вообще, как все будет развиваться Я надеюсь, что с Мишей все будет хорошо Благодаря вашей поддержке, вашему хэштегу Живи И благодаря нашей заботе о Мишаньке Все будет у нее хорошо Вот так вот выглядит Мишин шрамик сейчас Уже после снятия ниток Он обработанный, поэтому тут синяя И плюс шерстка побрита вокруг Да, Юмичу проверяет, как там у Миши все Держали такое И молодцы, держатся хорошо Ну а теперь по поводу Pet Shop Days 30 сентября это вот уже на носу Мы будем там вдвоем с Софишей Я не хочу брать Юми и Мишу Потому что они после операции И это для них вообще небезопасно И лишний стресс создавать я им не хочу Я думаю, вы все это понимаете Я беру София, но не беру Эйвена Потому что мне будет одной гораздо проще С одной собакой, чем с двумя И это тоже логично Потому что мы едем туда на поезде Мне нужно взять с собой обязательно переноску Мне нужно взять какие-то вещи свои И я думаю, все, кто поддерживает наш канал Нас поймут Так что же я беру с собой Во-первых, в поездку я обязательно должна взять Международный паспорт питомца И это Софишин паспорт В котором есть все данные на нее Даже ее фотография В том числе и ее чип, который у нее есть в шее И в паспорте у нас проставлены Все обязательные прививки И дегельминтизация А также я сегодня получила вот такое ветеринарное свидетельство Формы 1 На Софишу о том, что она полностью здоровая И она пригодится мне, возможно, в поезде Если там потребует А также обязательно на Pet Shop Day Софиша у нас большая путешественница Она побывала в разных странах В том числе мы долго жили с Софией Эйвеном в Таиланде У нее, конечно же, есть чип, ветпаспорт И все, что нужно для поезда Не хочу ничего брать лишнего Поэтому все самое только необходимое Я беру вот эту вот нашу складную переноску Она складывается и получается такая плоская Ее очень удобно носить По-моему, Юмичу уже готова ехать с нами Вот такой вот я беру небольшой поводочек для Софии Розовый в ее цвете И также вот в эту вот маленькую сумочку на пояс У меня вместились все необходимые вещи для Софии В этой короткой поездке Вот здесь вот в заднем кармашке у меня лежит немножко лакомство У меня пальцы в этом средстве Ее документы будут в моем портфеле Вместе с моими документами А также вот сюда в сумочку поместилась вот такая вот мисочка Которую я сейчас использую и для кормления, и для воды Просто мега гениальное изобретение Потому что так она, когда раскрыта, она вообще плоская Конечно же, Софиша заранее обработана от клещей Потому что сейчас осень Обязательно салферки для ухода за лапами И на всякий случай полотенчика И вот такую вот щеточку я возьму на случай Чтобы привести Софи в порядок перед выступлением Воду я куплю, конечно, по пути А вот этот вот небольшой мешочек корма Я положу в свой портфель Ну и на Софишу я надену вот этот вот розовый ее комбинезончик И вот такую вот жилеточку Все-таки сейчас осень, прохладно, сыро, мокро Вот такой вот самый минимум я возьму в эту поездку Потому что мы с Софишей будем вдвоем Целый день мы будем находиться в Питере Ехать на поезде туда и обратно Плюс ночевать в Питере одну ночь Кстати, кто хочет увидеться Мы можем там провести как-нибудь время погулять А и Васик, и некоторые двуногие члены нашей семьи Ну, в смысле, люди Останутся приглядывать за нашими операционными девочками Ну, а если вас в Питере не будет, не расстраивайтесь Попробуйте пока что поучаствовать в нашем конкурсе Он еще идет На главный приз, в котором вручаю я сама лично Неважно, где вы находитесь Я к вам приеду и подарю вам и вашему питомцу платиновый кулон А там еще 9 победителей на кучу корма Кто не в курсе, я оставлю видео Где я рассказываю про условия в описании По поводу моего канала Animagic Если вы не знаете, то у меня был такой канал Не был, точнее, он и есть Но его судьба сейчас решается И она в ваших руках Ну, в смысле, не совсем ваших, но все-таки В общем, ссылку на видео Я сняла об этом целое видео Я оставлю в описании Посмотрите, пожалуйста И помогите как-то разобраться, решить Дайте советы и так далее По поводу моего канала Animagic И скоро будет Magic Stories про котика маленького Пока!